Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, друзья называют меня Морос, и вы на канале Морос Хант. Видео, посвященное особенностям применения махокрылов, или спиннера, как по-другому называют, зашло очень хорошо, было очень хорошо воспринято моей аудитории, и мы, конечно же, продолжим эту серию таких видео, посвященных особенностям организации охоты на утку на воде. Каждый раз, когда будет выходить следующий ролик, а я повторюсь, мы будем выпускать их по пятницам, мы будем проводить розыгрыш, и розыгрыш будет каждый раз тематический. Если в прошлый раз мы разыграли махокрыл, и ролик был посвящен махокрылам, то следующий ролик выйдет посвященный утиным чучелам, и там мы обсудим все нюансы, все аспекты, какие должны быть чучела, сколько должно быть чучела, как их ставить, всевозможные приемы и нюансы. И разыграем, естественно, розыгрыш, как я бы общал, должен быть тематический, мы разыграем не что-нибудь, а самые новейшие чучела от компании Northway, альфа, один комплект мы с вами разыграем. После этого мы будем готовить ролик, в котором мы обсудим все, что касается оружия, это ружья, патроны, дульное сужение, и также мы сделаем тематический розыгрыш, разыграем дульное сужение, какое, скажу позже. Последний, заключительный четвертый ролик будет посвящен духовым манкам. И так как я, друзья, сам являюсь весьма посредственным манильщиком, себе на помощь я позвал настоящего профессионала, и мой большой друг Александр Кудря согласился мне помочь. Говорю это специально вам на камеру, чтобы он не отвертелся никаким образом. Значит, этот ролик выйдет после Нового года, где-то вот как раз на каникулах. По крайней мере, мы планируем его снять на каникулах, а выйдет он, ну, наверное, где-то приблизительно в это же время. И розыгрыш, естественно, будет какой-нибудь манок. Интересный манок на утку. Ну, а сегодня, друзья, я подготовил такой ролик, в котором можно отнести, скажем, так сказать, к серии ответы на вопросы. Вопросов поступает действительно очень много. Я всем стараюсь отвечать и в комментариях под видео, и очень много ко мне поступает вопросов в WhatsApp, очень много звонков. Друзья, всем стараюсь, по мере возможности, отвечать. Но гораздо проще мне подвести такой определенный итог. И я решил вот эти ответы на вопросы скомпоновать в одном таком ролике, который я назову, скажем, подведение итогов охоты 2020. Я расскажу обо всем, о всех нюансах, что мы пробовали, что у нас получилось, что не получилось, что мы заметили, какие сделали выводы. Предлагаю начать с мелочевки. Но, на самом деле, для меня это очень важный момент. Я для себя в этом году решил очень большую проблему. У меня врожден астигматизм. Это, в общем-то, особенности зрения такие. В целом, мне очки по жизни не нужны. Я спокойно могу водить машину, в общем-то, передвигаться в пространство, я все вижу четко, хорошо. Кроме мелких всяких надписей, цифр и так далее. В том числе на охоте я плохо вижу утку вдалеке, естественно. И это была большая проблема до недавнего момента. Офисные очки невозможно использовать. Во-первых, они постоянно потеют, они постоянно спадают, они маленькие. То есть, как бы, ну, я никак не мог подобрать, постоянно их ломал. И, в общем-то, в какой-то момент я просто отказался от очков, охотился без очков. И это была большая проблема, потому что я был вынужден полностью полагаться на своих товарищей. Мне люди говорят, что вот летит утка, я начинаю манить туда-сюда. Все время я смотрю не на утку, а смотрю на ребят, в какую сторону они смотрят. И я зачастую уже, собственно, цель видел в тот момент, когда уже надо стрелять. И это, конечно, было крайне неудобно. В этом году я подумал, а почему бы, в общем-то, не воспользоваться благами прогресса. Я посмотрел, что очень много спортсменов профессиональных тоже имеют проблему со зрением. И оказалось, что сейчас можно сделать очень классные спортивные очки с диоптерами. Даже с таким сложным зрением, как у меня. И вот, ребята, я себе сделал две пары очков. Я думаю, сейчас, наверное, в каждом городе есть всякие серьезные фирмы, которые занимаются оптикой. И можно заказать себе очки в спортивной оправе. Такие очки я себе сделал для повседневного использования. Здесь используются осветленные линзы. Посмотрите, очки с диоптерами. Я все вижу очень хорошо. Теперь я вижу все далеко. Теперь я наравне с ребятами вижу птицу, могу мониторить ситуацию. Очень удобно. Вторые очки я себе подготовил. Затемненные. Вот такие вот. Они очень темные снаружи, но при этом очень четкая оптика. Очень классные линзы. И, в общем-то, даже в сумерках я хорошо вижу в этих очках. То есть, я как бы решил две проблемы. Во-первых, в них очень удобно ездить на лодке, на катере. Глаза не слизятся. Вот эти темные очки вообще еще, видите, засунжены шорами. В общем-то, короче говоря, стало очень удобно стрелять. И на стенде, и на охоте я эту проблему для себя решил. И, в принципе, всем рекомендую, кто имеет проблему с определенным зрением, кто мучается с офисными очками, ну, обычными очками на охоте. Если у вас тоже есть какие-то проблемы со зрением, при этом если у вас зрение еще не такое, проблема со зрением не такая серьезная, или как стигматизм, если у вас обычная близорукость, и при этом не такая сильная, то вы можете себе вполне заказать такие очки. И они будут стоить, в общем-то, наравне с обычными офисными очками приблизительно так же. То есть, это сейчас так и не роскошь. У меня вышло дорого за счет линз, потому что линзы сложные. Дальше давайте поговорим о чучелах. Как и планировал, в этом году мы добавили в нашу присаду чучела других видов уток. То есть, обычно раньше мы старали, у нас в основном присад состоял из кряков. То есть, идея была как стандартная, какую, в общем, делают многие. Покупаются, основа составляют дорогие чучела, там, Авиан или Гринхед серии XD. А для количества постепенно разбавлять, можно разбавлять бюджетными сериями, там, скажем, тем же самыми Гринхедами, или там, Фламбью, или там, ну, всем чем угодно. Так мы, в общем-то, делали раньше. Но у нас всегда был, в основном присад состоял из кряков и чернити. А в этом году мы добавили серую утку, два комплекта. Мы добавили свизи, широконоску, ну, и черки. У нас были черки, мы еще добавили черков. Вот. И, в общем-то, остались довольны. Во-первых, это такой определенный лайфхак. То есть, например, у того же Гринхеда, если вы посмотрите, цены на утку других систем ниже, но не дешевле, чем кряковая. А руль выполняет то же самое. Во-вторых, мы таким образом сделали гораздо более контрастную присаду. Об этом мы будем отдельно говорить в специализированном ролике. Так что, в целом, мы очень довольны. Выставляли мы в этом году не более 60 чучел. То есть, самый пиковый момент. И, то есть, еще часть чучел осталась не задействована. Но дело в том, что в этом сезоне нам не удалось поехать в Астрахань. Увы, так сложил жизненная ситуация, что наш традиционный, так сказать, выезд в Астрахань не состоялся. Хотя мы это делаем уже 12 лет подряд. Но ничего страшного. Жизнь на это не останавливается. В следующем году мы обязательно съездим, снимем интересный фильм. И там мы будем использовать все наши чучела, которые у нас есть. Это порядка 100-120 штук. Будем выставлять их там. Я точно помню, у нас есть серая утка Гринхед, серая утка Авиан. Как раз я делал обзоры на них. Свизи Гринхед и Ширкановский Гринхед и Авиановский Чирки. Вот. Те, кто спрашивает, вот такие у нас чучела стоят. Основные большие кряквы это кряквы Гринхед серии XD и Авиановские. Там, по-моему, 1 или 2 комплекта. Вот. По чучелам все. Далее. Ребята, по махокрылам. В этом году мы использовали махокрылые HDI. Лакедак HDI. Я делал обзор на них. Ребята, вы знаете, это самое большое разочарование этого сезона. Мы их покупали за такие бешеные деньги. Я напомню, что такая штука стоила 15 тысяч рублей на тот момент покупки. Мы их покупали из-за того, что вроде как производитель обещает, что это чучело будет водонепроницаемое. То есть, оно будет жить долго. Ребята, ничего подобного. Одно чучело вышло почти, по-моему, на третьей или четвертой охоте вышло из строя. При этом сгонил диммером. То есть, он поврежден, мы ничего не можем с ним сделать. То есть, этот махокрыл сейчас работает на постоянке. Мы будем покупать вот этот блочок отдельно, чтобы он стал работать опять с пульта и с дискретного режима. То есть, на мой взгляд, ребята, это абсолютно не годится. 15 тысяч платить за такую утку, которая промокает, там образуется конденсатор, ее каждый раз надо сушить. Ни о чем. То есть, я больше такие махокрылые покупать не буду. Таким образом, я могу сказать, что махокрылые переходят в разряд расходных материалов. Если в мозге постоянно горят, лаки-даки не оправдывают свою цену. При этом, конечно, я должен подчеркнуть, неоспоримый плюс вот этих моделей, то, что можно все чучела повесить на один пункт. Это круто и очень удобно. Но если эта штука выходит из строя, то даже этот плюс теряется. Поэтому, на мой взгляд, надо искать что-то новое. Очень мне хотелось бы попробовать продукцию фирмы Higdon. Higdon, к сожалению, не представлен в стране именно в виде механических чучал. Я знаю, что наши друзья и партнеры интернет-магазина «Моя охота» сейчас формируют новую поставку, куда войдут частично механические чучела в небольшом количестве, как пробные. Я очень хочу это попробовать, потому что, в общем-то, Higdon наряду с Моджи является родоначальником, основоположником вот этого веяния, использования механических чучелов в охоте на утку. Несколько слов скажем о вот этих вот замечательных веселых попках, как я называю. Очень классная штука оказалась, по факту. То есть мы очень довольны их применением. То есть они действительно, на мой взгляд, показали определенную эффективность. К нам птица летела веселее, чем к нашим конкурентам. В тех случаях, когда мы охотились в определенной видимости, птица с кругов к нам заходила на присаду охотнее. Потому что у нас было больше движения. Ну, по крайней мере, я так думаю. То есть в целом мне понравилось их применение, оно оправдано. Недостаток, о котором я говорил в обзоре, я хочу еще раз подтвердить. И, пожалуй, единственный их недостаток в плане, как чучело, как такового, они шумные. И вот на утрянках, когда ты больше вынужден слышать, чем ты видишь, ребята, вот эти шумят, конечно, их лучше выключать. А вот как только уже расцвело, включаешь их, они работают прекрасно. Я бы еще ее докупил бы. Я знаю точно, что придут хигдоны. Вот такие вот плавающие попки. Я обязательно их попробую. Но, ребята, опять-таки, лаки-дак. Вот, представляете, эта штука стоит 12 тысяч рублей. И одна из них, чуть ли не на последней охоте, ни с того ни с сего погибла. Мы разобрали, вышла из строя кнопка. Ну, ремонт, в принципе, несложный. Но за 12 тысяч почему я должен что-то паять? Почему я что-то должен делать? Ну, то есть, как бы, меня это совершенно не устраивает. И, конечно, это самое большое разочарование. Я думал, что лаки-дак это совсем другой уровень. Ничего подобного, ребята. Увы и ах. Давайте теперь поговорим о наших ружьях. Потому что это наиболее популярные вопросы, связанные с тем, ну, какое оружие мы используем на своих охотах. Что нравится, что не нравится и так далее и тому подобное. Значит, возможно, вы уже знаете. Мы использовали 4 ружья. Два моих. Это Бенели Рафаэлла Делюкс и Берета А400 Экстрим Плюс. Николай охотится с ружьем Бенели Супер Винчи. И Иван охотится с ружьем Стоиджер 3000. Что касается моих ружей. Почти весь сезон я охотился с Береттой. И хочу вам сказать следующее. Я уже об этом неоднократно говорил в других роликах. Ружьем великолепное. Если вы хотите купить это ружье, ну, то есть вы можете не сомневаться, автоматика работает просто изумительно. Ружье переваривает абсолютно беспроблемно 24-28 грамм на стенде. Ни одного не перезаряд за всю историю. А на стрел уже я оцениваю где-то порядка 2-2 тысячи выстрелов из этого ружья совместно на охоте и на стендах. То есть ружье стреляет прекрасно. Бой у него великолепный. И сразу перейду к очень популярным вопросам касательно патронника 89-го. У нас два ружья с 89-м патронником. У меня Беретт А400 Экстрим Плюс. Это газоотводное ружье с 89-м патронником. И у Николая инерционное ружье Бенели Супер Винчи. Тоже с 89-м патронником. Мы совершенно точно можем сказать, что на охоте никакой практической разницы между 89-м патронником и 76-м мы не видим. То есть речь идет, конечно, о стрельбе нормальными патронами. Обычными 70-ми патронами. Никакими, ни резкостью, ни боем, ничем не отличаются. Абсолютно. Опять-таки, если какие-то проводить измерения, может быть что-то где-то там в скоростях, можно что-то в общих величинах что-то найти. Мы говорим о реальных практических применениях на охотах. Невозможно заметить разницу. Совершенно точно. Я стреляю из двух ружей, я разницы не вижу. То есть, если у меня спросят, стоит ли покупать ружье с 89-м патронником, тут, понимаете, мы становимся заложниками оружия, которое делается, например, для американского рынка. Ну вот, нет у нас в билете А400 Экстрим Плюс такого ружья в 76-м патроннике. Увы. Есть только 89-м. Если вы хотите купить именно такое ружье, именно ультимативным, да, в исполнении для охотно-водоплавающих, у вас нет выбора. Вы просто должны четко понимать, что вы заплатите деньги за ту опцию, которую никогда не будете использовать. Очень мало людей стреляет даже 76-м патронами, не говоря уже о 89-м. Поэтому здесь больше говорить, наверное, нечего. Что еще хочу отметить? Я уже говорил в других роликах. Все нравится в этом ружье, кроме его веса. Все-таки, ребята, ружье тяжеловато. Для скоростной, такой активной стрельбы по черкам, по быстро пролетающимся, проносящимся присадой табункам, ружье такое тяжеловато. Но это, возможно, чем огрехи моей техники. Я далеко не всегда мог успевать. Но, в принципе, постепенно ко всему можно приноровиться. Под конец сезона стало получаться все лучше и лучше. Теперь давайте буквально несколько слов поговорим о высокой и низкой планке. В конце сезона я поохотился с Бенели. И, вы знаете, я пришел к выводу, что те большие надежды, которые я возлагал при покупке Билеты А400 на высокую планку, в общем-то, не оправдались. Мне все-таки, я могу так сказать, мне больше нравится низкая планка, чем высокая. Вы знаете, если мы говорим исключительно об охоте на птиц, то есть, слева по летящей цели, на мой взгляд, низкая планка, ну, это гораздо удобнее. Когда вы отрегулировали ружье таким образом, что при вскидке у вас планка открыта всегда одинаково, все у вас единообразно, вы тогда просто ведете, ориентируетесь на средств ствола, даже если у вас нет мушки, вы проходите под птицей, выходите в упреждение, нажимаете на спусковой крючок. По мне, так это гораздо удобнее стрелять, вы гораздо лучше видите птицу, чем если у вас есть высокая планка. Но, опять-таки, это дело вкуса, я не совсем понимаю. Да, я могу понять тех людей, кто использует одно и то же ружье для охоты и на птицу, и стреляет пули, например, там по копытным, но, наверное, да, все-таки там, наверное, высокая планка более удобна, чем вот стрелять с открытой планкой. Но, опять-таки, если речь идет исключительно о охоте на птицу, по мне, так все-таки низкая планка гораздо более интересна. Что касается ружей, ребят, ну, тут, во-первых, как бы ничего нового мы сказать не можем, потому что эти ружья уже несколько сезонов охотятся. Стольжер в этом сезоне не дал ни одного неперезаряда. И вообще, хочу сказать, что у нас за весь сезон охоты у всех четырех ружей не был ни разу случай неперезаряда, что радует. Что касается Стольжера, раньше несколько случаев за охоту всегда происходило, ружье давало неперезаряд, но, как выяснилось, опять-таки, напомню, это ружье инерционное, как выяснилось, это была проблема вкладки у Ивана. Он сейчас поработал над техникой, он все время хорошо вкладывается, и проблема ушла само собой. То есть Стольжер перезаряжает все. Ну, на стенде, конечно, может быть какие-то огрехи, но охотничьи навески совершенно точно в этом сезоне перезаряжал все. Ружье прекрасное. На вопрос, стоит ли покупать Стольжер, ребят, вот если отталкиваться конкретно от этого ружья, так как я не имею другого опыта, то есть у меня, в чертве не прошло, скажем, 10 Стольжеров, вот если говорить об этом конкретном ружье, я могу сказать, что смело. Вот если они такие все, то можно покупать Стольжер, если у вас бюджет не позволяет купить дорогущие итальянские ружья. Прекрасное оружие для охоты, ну, как бы никаких нареканий нет совершенно. Но я не могу ручаться точно, потому что, опять-таки, мы все эти выводы делаем по одному ружью. Что касается сравнения инерционной и газоотводной системы, ребят, сейчас вот ружье высокого уровня, я не знаю, дело вкуса, что вам больше нравится. То есть, как бы, никаких-либо явных преимуществ ни у той, ни у другой системы я не вижу. Обе системы работают великолепно. Что касается отдачи, ну, тут, ребят, я хочу сказать, что берет А400 Экстрим Плюс ружье, ну, на мой взгляд, сейчас остается непревзойденное. Потому что Комфорт Тек 3, Бинелий даже рядом не стоял по сравнению со всеми теми наворотами, которые используются в этом ружье. Плюс ружье газоотводное, плюс самое по себе тяжелое. Ну, и вообще говоря, по отдаче, может быть, я не самый лучший советчик, потому что я еще раз повторяю, в каждом ролике говорю о том, что я отдачу очень переношу легко. Ну, и давайте теперь плавно от ружья перейдем к дульным сужениям. Потому что, ребята, это второй по популярности вопрос, какими чоками мы стреляем, что купить, посоветовать и тому подобное. Ребят, вы знаете, мое мнение, и мое мнение полностью совпадает с мнением моих друзей, для нас вот эти все покупные чоки это всего лишь дульные сужения. Все вот эти системы, порты, спирали, да все что угодно, это все не более чем маркетинг. То есть, никакого эффекта ощутимого на охоте они не дают. Своё мнение я изложил в трёх роликах, если хотите, посмотрите. Опять-таки, мы своё мнение никому не навязываем, мы не ведём никакую войну с продавцами чоков, ради бога. Если вам нравится, покупайте, какие хотите. Но вот наше мнение таково, просто не хочу повторяться каждый раз. Второй вопрос, почему, раз ты так к ним относишься, ты всё-таки охотишься с покупными чоками? Ребят, у меня было очень много чоков, то есть, я делал отстрелы, если вы следите за моим творчеством, вы могли это видеть. Я почти всё распродал, часть у меня осталась. Ребят, почему бы они их не использовали, раз они у меня есть? Ну, во-первых, ребят, что касается Мюллера, я Мюллера продавать не собираюсь, потому что я потратил очень много денег, заплатил за него. Если его продать на вторичном рынке, я просто выброшу деньги на ветер. Поэтому я их себе оставлю и буду использовать. Другой момент, все те чоки, которые у меня остались, они очень удачно дополняют линеечку штатных чоков. На обоих кружек у меня в комплекте идут штатные чоки от цилиндра до полного чока. Ну, то есть, как стандартный цилиндр, 0,25, получок, 0,75 и полный чок. А я стреляю чоками 0,12, 0,15, 0,34, 0,38, 0,63. Они как раз попадают все в промежутки и очень логично дополняют всю линейку. Другой вопрос, нужно ли, есть такая необходимость иметь столь богатое разнообразие чоков? Да нет, совершенно точно нет. Я вам могу сказать в отдельном видео, которое я для вас готовлю, анонсировал в начале ролика, которое посвящено стрельбе, патронам, оружию для охоты на утку. Я об этом буду говорить более подробно. Можно обойтись либо одним, либо двумя чоками без каких-либо проблем. Вот. Давайте теперь конкретно поговорим о дужных устройствах. Вот в начале сезона, как я говорил, я стрелял в основном из береты и у меня была цель сравнить Калсона с Мюллерами и практически весь сезон я прострелял из Мюллеров и когда я поставил уже на берету поставил Калсона, охота закончилась. То есть, у меня такого сравнения не получилось. Следующий сезон я начну с Калсонов, а потом в середине поменяю на Мюллера, ну, чтобы сделать точный вывод и решить, что я себе оставлю. В начале сезона у меня была такая своеобразная идея стрелять все одним чоком. Я хотел стрелять все чоком Мюллер, пассинг, то есть, там приблизительно должно быть сужение 0,63. Я обязательно померю точным инструментом, потому что мне кажется, что здесь сужение более тугое. Очень злой чок оказался на охоте. И, в принципе, так как гусиная охота в этом году совершенно у нас не получилось из-за пандемии, у нас был всего лишь один выезд, мы добыли всего лишь одного гуся за два дня, потому что, мало того, что мы еще не попали, рано открылась охота, мы еще не попали, не было гуся, и после этого все закрылось, наступил локдаун, гусиная охота, и мы полностью обломались. Поэтому, в этом году мы говорим практически только об утиной охоте. Так вот, на утиной охоте, в тех условиях, как я охочусь, чок оказался очень злым. Можно, конечно, стрелять, но если очень близко, ну, уже очень круто разбивается птица. Когда я поставил декой, а здесь сужение приблизительно 0,2 мм, картина совсем другая, великолепное сужение, вот, если кто-то интересуется мюллерами, вот могу рекомендовать 0,2, но это всегда вписывается в то, что я говорил, где-то вот, от цилиндра до получока, любое устройство можете использовать, вопрос привычки и удобства. Об этом будем говорить в отдельном ролике, сейчас не буду останавливаться. Значит, про моё ружьё, про берету я вам рассказал, то есть стрелял в основном двумя чоками в мюллер, очень понравились оба, ещё раз говорю, пассинг очень жёсткий получился для аутиной охоты, а декой оказалось то, что надо. Значит, Карлсон так и не успел на берете попробовать. Что касается беневки, ребята, вот, для аутиной охоты есть великолепный чок, мне он безумно нравится в сочетании, это почти цилиндр, это крематор Close Range, не портированный, великолепно, здесь сужение есть, я сейчас точно не помню, то ли 0,12, то ли 0,15, я посмотрю, возможно, в описании к видео напишу. Великолепное сочетание бенели Рафаэла вот с этим чоком для аутиной охоты, всё круто, кроме одного, ребята, трудно добить наводи птицу, ну, вы понимаете, он близок к цилиндрам, а в лёд стреляет великолепно, то есть, вот это очень классная штука. Вторым сужением, который я, собственно говоря, пользовался, это Mid Range, сейчас у меня вкручены ружья, у меня такие два белых, Mid и Long Range, толком не успел пострелять, потому что, ну, Бенели очень нравится именно вот в этом сочетании, как я вам говорил. Значит, что касается, ребят, у Вани вкручен Kix 0,15 дюйма, то есть, 0,38 мм, у него одно, это устройство единственное, как универсальное, на все охоты он использует, в принципе, доволен, у Николая стоит компенчок 0,20 дюйма, то есть, это 0,51 мм, то есть, получок практически, и вы знаете, вот, если говорить об идеальном сочетании, ну, если вы всё ещё верите в чоке, да, как-то вот, то вот компенчок конкретно с Супер Винчи сочетается очень круто, иногда, конечно, Николаю хотелось бы иметь чуть более открытое дульное сужение, потому что, если на коротке, совсем птицу, конечно, да, разбивает, но так, всё очень уверенно, всё очень классно получается у него, и это также у него единственное сужение. Мне не очень понравились комментарии под видео, которые я делал касательно берушек, вот этих вот, знаете, ребят, я никому ничего не навязываю, но это совершенно точно, мы все заметили, портированные чоке очень громкие, ребята, у меня всё закончилось тем, что мне прописали курс лекарственных препаратов, пропить витамин В, курс физама, и направление в сурдоцентр, то есть, у меня акустическая травма уха, и, в общем-то, хотите верьте, хотите нет, ребят, это дело ваше, я рассказываю то, что я чётко наблюдаю, то, что мы это хорошо видим, я рассказывал ролики про беруши, которые я себе специально купил, почему-то люди восприняли это, как корявую рекламу, ничего подобного, ребят, я просто рассказал так, как я решил эту проблему, кстати, решил её неудачно, попробовать беруши на охоту, честно говоря, хочу сказать, что мне не нравятся, они великолепны для стенда, всё-таки они меня глушат, да, мне в них довольно плохо слышно, так как я активно охотюсь, я им маню, но мы ещё и общаемся, мне в них неудобно, то есть, вот, пожалуйста, ребят, вот вам реклама, на стенде великолепно, гораздо лучше, чем наушники, ну, а для охоты я буду искать что-то другое, наверное, всё-таки активные наушники мне придётся использовать, как бы мне это всё не нравилось, но, наверное, я к этому приду, вот, теперь давайте, ребята, плавно перейдём уже, после дульных сужений, к патронами, которые мы использовали, мы очень много стреляли самокрутом, я впервые стал делать патрон собственного изготовления, вот такой вот у меня патрончик получается, мне кажется, неплохо, делаю я его на двух станках, на станках дуплет и дуплет-2, один используется там для капсулирования, декапсулирования, подготовки гильзы, а второй, собственно говоря, для закрывания звездой, мы использовали порох Драго, в общем, короче говоря, нам очень понравились эти патроны, мы стреляли навесками 32 и 33 грамма, прекрасное сочетание, значит, 32 грамма дроби, дробь Бийская, либо Эверест, и навеска 1,58, как по банке, великолепный получается патрон, я использовал комплектующий фетр, никаких нареканий, мы стреляли номерами дроби шестёрка, пятёрка, и четвёрка, но это мы так просто было интересно попробовать, все три размера дроби прекрасно работают, и 33 грамма мы делали четвёрку, чтобы компенсировать количество дробин, делали на 1 грамм нарезку больше, чуть-чуть больше порох, прекрасный патрон получился, ребят, то есть, честно говоря, охота сама по себе не очень требует на этот патрону, и главный вывод этого сезона в том, что, ну, совершенно нет необходимости делать самокрут, потому что, покупая дорогую дробь, и у меня получается патрон, а дробь мы используем Эверест, либо Бийскую дробь, мы не можем по цене как-то более-менее существенно обойти покупные патроны, которые сейчас существуют, то есть, с точки зрения экономики, нет никакой разницы, а охота сама по себе, так как я охочу с чучелами, то есть, на лодке с чучелами, с младоходными манками, какие-то наманиваю близко, сама по себе охота не требовательна к качеству патрона. Те преимущества, которые дает самокрут, это точность навески, она, собственно говоря, не играет такой важной роли на практической охоте, поэтому на следующий сезон я не буду делать сам патроны на утку, то есть, я буду использовать самокрут только на гусиных охотах. Что касается утки, сейчас гораздо удобнее использовать покупные патроны. И вот тут приятная новость, ребят, мы пробовали, в основном стреляли азотом, да что тут говорить, в общем-то, все время стреляли азотом, очень много сделали выстрелов, и нам вот патрон Сибирь, 32 грамма, пятерка, нам очень понравился, просто супер патрон, при весьма демократичной цене, очень рекомендую. Также мы стреляли Азот Гейм, более дорогой патрон, на практике ничего, мы не почувствовали никакого-либо преимущества от применения вот этой супер дорогой гильзы Гордон, то есть, на практике, что вот этот патрон, что вот этот патрон, оба хорошие, этот дешевле. То есть, на следующий год мы будем использовать вот такие патроны Сибирь, без каких-либо проблем. А также, ребята, я еще сделал такое наблюдение, и на следующий сезон я буду ставить над собой такой эксперимент, очень много выстрелов, было, ну, совсем на коротке, и я вот подумал о том, что, в принципе, было бы неплохо использовать очень высокоскоростные патроны, и спортивные. Весь следующий сезон до Астрахани я буду стрелять в средней полосе, буду стрелять спортивными патронами 24-28 грамм, при этом я хочу использовать самые скоростные линейки. Вот у Азота это Флэш, есть Спурт, и еще там новый какой-то появился патрон, обязательно их будем пробовать. То есть, я пробовал на охоте и 24-28 грамм, в принципе, утка поражается нормально, но для того, чтобы делать какие-то четкие выводы, да, и сказать об этом людям в каком-то видеоролике, в своем видеоблоге, вот на следующий сезон я буду проводить эксперимент с самыми скоростными патронами, стрелять на скоротке, будем, в принципе, почему бы и нет, спортсмены в ските используют, в ските, трап используют высокую скорость, почему бы нам не используют на охоте. Но об этом будем говорить уже в следующем году, после того, я проведу широкомасштабные испытания. Следующий вопрос, давайте поговорим о манках, очень много спрашивают, какие манки и так далее. Ребята, возможно, вы знаете, я дружу с Сашей Кудрой, и вообще, я являюсь таким определенным фан-боем охотничьей команды Мания, поэтому у меня на подвесе в основном манки и Мания, это касается и гусиного манка Мания, кстати, могу похвастаться, Саша для меня сделал такой вот эксклюзивный маночек, видите, с гравировочкой Морос Хант. У меня много прототипа, вот этот вот маночек Катдауну, я его использую как тимбер, такой тихий манок, и в этом году мы использовали такой мощный двухязычковый манок, Боро-Боро, опять-таки, это первый манок серии, самый прототип, видите, такая еще гравировочка потертая, мы использовали весь сезон, манок очень классный, вы можете услышать его на видео, как Саша манят, очень интересный манок, также я использую еще НБД, одноязычковый манок Фреда Зинка, он такой более писклявый, более высокий, и у Зинка такой свисточек, то есть, под связи, под шило хвост, и селест я использую. Что касается манков, я еще раз повторюсь, ребята, будет отдельное видео вместе с Сашей Кудрей, не скрыться от меня, и это видео выйдет сразу после Нового года. Ну и в заключение буквально несколько слов хочу сказать о болтоходе, да, друзья, в этом году произошло очень значимое для нас событие, мы приобрели лодку болтоход, эта лодка принадлежала раньше команде Мания, мы могли видеть в роликах у ребят боллингеров, эту лодку приобрели мы, сама лодка 5,20 м в длину, метр 70 м в ширину, лодка постройке Владимира Дыканя, и там установлен китайский мотор Ломчин, производства Андрея Холостунова, вот, что я вам хочу сказать, друзья, значит, ну, конечно, это великолепный инструмент для охоты на лодку, ну, просто незаменимый, даже здесь, по большому счету, он нам тут и не нужен, у нас большая вода, здесь глубоко везде, но, как плавучий блайн-блайнд, это просто незаменимая вещь, у нас развязаны руки, мы теперь совершенно спокойно ходим туда, где у нас были проблемы на обычных моторных лодках, зайти, маскироваться просто, это совсем другой уровень, гораздо удобнее, да и вообще, честно говоря, о чем речь, лодка полностью специализирована для охоты на водку, на гуся, на воде, что касается китайского мотора, очень удивил, очень живучий оказался аппарат, уж мы его эксплуатировали так жестко в этом году, и, в общем-то, все без особых нареканий, да, пришлось поменять один раз ремень, но, в общем-то, пожалуй, и все. Пока этот комплект себя ведет великолепно, что я хочу, на следующий сезон я проведу ряд модернизаций, в частности, я хочу существенно переделать маскировку, меня не устраивает раскладушка с сетями, я хочу сделать что-то более закрытое, то есть мы будем делать крышу с бойницами, так что можно было вообще максимально-максимально замаскироваться, плюс, чтобы было еще удобнее сверху маскироваться дополнительно тростником, камышом, ну, то есть есть на эту тему ряд идей, мы это дело все будем устанавливать уже перед следующим сезоном, о чем мы обязательно будем снимать для вас ролики. Ну вот, я очень много говорил, я надеюсь, что ответил на многие вопросы, в принципе, затронул почти все, что было у нас в этом сезоне, если я что-то упустил, ну, ребята, вы знаете, задавайте вопросы, в описании вы можете найти номер WhatsApp, я всегда буду рад вам подсказать что-то, или что-то рассказать, в общем, в любом случае отвечаю по возможности. Все, дорогие друзья, на этом у меня все, с вами был Морос, до новых встреч, ждите следующий выпуск, о котором мы будем говорить о чучелах, их применение в охоте на утку на воде, там будет розыгрыш, об этом я уже говорил, вообще, не забывайте про мой канал, скоро увидимся, пока.